Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью «8 манипуляций, которые под силу каждому». Пользуйся, не благодари. Борьба с пигментацией может быть очень долгой и непростой, особенно если справляться с ней без привлечения специалиста. Мы уже много раз говорили о том, как правильно работать с поражениями кожи, однако многие женщины совершают одни и те же ошибки, которые лишь усугубляют проблему. Сегодня мы расскажем, как точно не стоит бороться с ненавистными пятнами. Без консультации специалиста. Если вас беспокоят едва различимые пятнышки, вы вполне можете бороться с ними домашними средствами, не боясь получить неожиданный результат. Совсем другая ситуация с сильной пигментацией, которая затрагивает большую область на теле. Справиться с ней в одиночку практически невозможно, именно поэтому необходима консультация дерматолога или косметолога. Особое внимание на этот пункт стоит обратить женщинам, решившим бороться с пятнами при помощи опасных мазей и кремов с токсичными веществами, не занимайтесь самолечением. Вы избавляетесь от пятен летом. Самое неподходящее время для борьбы с пигментацией – позднее весна и лето, когда солнце находится в самой активной фазе. Меланин вырабатывается с удвоенной силой под воздействием ультрафиолета, что приводит к ухудшению ситуации с пигментацией. Если косметолог предлагает сделать пилинг в середине лета, обещает сбежать побочных эффектов, вежливо отказываемся и ждем осени. Не занимайтесь самолечением. Фото www.ansplash.com Вы используете агрессивные средства. Не секрет, что сильная пигментация требует тяжелой артиллерии, призванной бороться со скоплением меланина, однако увлечение химическими пилингами и всевозможными кремами, содержащими отбеливающие компоненты, может привести не к осветлению кожи, а к ожогам, с последствиями которыми вам придется бороться дополнительно. Начните с легких пилингов под присмотром дерматолога. Как правило, курс легких кислотных пилингов дает отличный результат. Лазерная коррекция пятен. Конечно, в некоторых случаях лазер – единственная возможность справиться с сильным поражением, и все же важно соблюдать меры предосторожности, так перед первой процедурой убедитесь, что ваша кожа не отреагирует на механическое повреждение новой пигментацией. Да-да, после лазерной шлифовки появление новых пятен не такая уж большая редкость. Проверьте реакцию кожи на небольшом участке с пигментацией, чтобы не получить отрицательный результат. Напоминаем? Прочитай статью «8 манипуляций, которые под силу каждому». Пользуйся «Не благодари». По ссылке ниже.